МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент Лахача Пошетенцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сонымен төртінші Ширек финалдың бірінші Жекпи-Жегі Аса Женіл Салмақта өтеді. Жауангерлермен таныс болыңыздар. Аланның көкбұрышы, оның кәсібер рекорды. Екі женіс, бойы 173 сантиметр. Салмаға 61-де 200 келі. Алматы қаласы Қазақстан. Нұршы күт баймын. Келесі кезекте оның қарсыласы. Аланның қызыл бұрышы, оның кәсібер рекорды. Бір женіс, бойы 165 сантиметр. Салмаға 61-де 200 келі. Манаус қаласы Бразилия. Брено Петерсен. Рефері Асхат Шандолстега. Чуть выше своего опонента. Нұржы көтбаймен. ґқаласы. Если бұрышым тауност, Һөнің қам. О Gruғы қарсы қазақа? Бұрыш unravelен қаласы. Да, да. Нельзя же сказать, что? Это сыграет п master күк, қаласы қаласы. Она ел бұрыш. А кто вам покажет? Первый раунд. Хороший лоу-кик. Чувствую по стилю, что человек связан с муай-тай. По поведению, скажем так. Пока не было атак со стороны баймена. Джигата. Пытается так дистанцию свою нащупать. Довольно-таки сдержанно начинает с джеба. Притирается, смотрит. А вот Милл-кика. Петерсон, кажется, не прочь подзарубиться. Попытка фронт-кика. Прямо удар в корпус. Ну и сразу же отвечает баймен. Но пока каких-то обострений не видим. Да, опасных моментов пока никто из спортсменов не создает. Первая минута позади уже первого раунда. Размашистый удар от бразильца. Петерсон пока вот эту самую дистанцию не нащупал. Такое нервное начало от него. Более суетливый. Лоу-кик. Хлопок от удара был слышен на всю арену. Еще раз джеб. Да, и вот потихонечку-потихонечку начал прибавлять уже баймен. Начал включаться. Попытка оверхэнда была здесь. Вот. Петерсона. Такое ощущение, что Наржигет пристреливается просто. Ищет момент для одного конкретного удара. Да, абсолютно не торопится Наржигет. Ну, то же самое можно сказать и про Брэна Петерсона. Пока что суетливой работы с его стороны не наблюдается. Но дистанцию контролирует все-таки баймен. О, вот это уже интересно. Через руку пытался зарядить. Баймен. Очень собран. И каждую атаку делает вдумчиво. Пол раунда уже позади. И, возможно, нужно немножко увеличивать темп. Хороший лоу-кик от Брэна. Еще раз. Уже баймен здесь отмечает. Да, отмечает. Внутренней части бедра баймен. Тяжело очень понять, что именно задумали бойцы. Пока что-то ярко выраженного плана, если честно, я не вижу. Ну, знаешь, баймен я в целом начал понимать. А вот Петерсона пока что нет. Как будто он больше, знаешь, такой на нервике, скажем так, да? Даже по его действиям есть такое ощущение, что немножко не получается у него изначально. Он пытался навязать какой-то темп на первых секундах. Ну, и мы видим уже у него кровь. Пошло рассыщение. Получил. Петерсон. Скулу прямо сюда. Ошибка, выход за спину. Заползли сразу. Заполз просто на своего соперника Брэнуа. Рюкзак буквально. Ну, еще нет полного бэкмаунта здесь. И вместе с оппонентом он просто ползет к сетке. Зря он, конечно, чуть-чуть начал выпрямляться здесь. Брэну сейчас может заползти. Но и времени, на самом деле, не так много, чтобы отсюда выйти на болевой и доработать. Да, но обратите внимание, не заправил ноги. Да. Руки не освободил, поэтому... Попытается сейчас развернуться к оппоненту Баймен. Рефери призывает к активности. Да. Пока каких-то активных действий мы не видим. Оу-оу. Это запрещено. Удар был головой. Причем это было заметно, что он сделал это умышленно. Да, да, да. Благо, не так жестко. Такой фичок был. Куда-то в лопатки бил, что ли. Не совсем понял, для чего это прям нужно было. Он разворачивается лицом и вырывается из захвата в момент. Ну, кажется, один... Ну, наверное, это самый опасный момент за раунд. Попытка выхода в бэкмаунт. Да. Причем сделал это сразу. По всей видимости, домашняя заготовка. Отрабатывание. Сперва, ребят, здесь сидят. Это одноклубники. Кто помогал Петерсу на подготовке к этому поединку. Ждем начала второго раунда. Первый раунд закончился. Вот здесь, на самом деле, непонятно, как оценить этот раунд. Да, и как только сел у себя в углу боймен, он обозначил, показал свою левую ногу. Кажется, эти лоу-кики даром не прошли. Что-то... Вот, именно с правой ноги было несколько жестких лоу-киков от Брэно. И, возможно, некие проблемы испытывает все-таки в бойме. Вот тот самый момент, попытался бросить через грудь, но немножко грубо здесь работал. Брэно! Брэно! Все готово к началу второго раунда. Петерсон и Баймен все так же неизменно. Поддавливает своего оппонента Баймен. Удар справа. И слева завершает левым хуком эту комбинацию. Представитель команды Алмаз Харандара. Он же говорит Баймен. По всей видимости, бразилец сейчас Брэнна Петерсон ищет возможности снова для перевода, либо же для захвата спины. Возможно, в этом и скрывается их стратегия на поединок. Увидел, что застыл на месте Баймен. Попытался вдогонку бросить колено, прыгнуть. Но дистанции, конечно, было недостаточно. Подходящие. Пытается постоянно работать именно через руки. Обратите внимание. В разрез где-то работать. Контрить его удары руками. Очень осторожную тактику выбрал Баймен. Да, абсолютно нет никакой агрессивной работы с его стороны. Да, и Петерсон также, на самом деле, отлично напарник ему в этом поединке. Потому что так же не особо без, знаешь, такого агрессивного прессинга проводит поединок. Я бы, знаешь, здесь сказал, что Петерсон, он как-то более беззубо, что ли, действует. Не обостряет. А вот Баймен, для меня сразу видно, что он бы мог, если бы захотел. Мог бы. Но не хочу, да. Да, но не хочет. Ему комфортно работать так, максимально в таком ключе, безопасно для себя. Да, возможно, есть. Обрати внимание, все удары с дистанции. Даже в средней дистанции не работает. Он все делает сдалека. Возможно, опасается как раз-таки партер. Есть такое ощущение. Особенно после бэкмаунта. Возможно, он понял, что, да, лучше отработать стойки. Причем на дальней дистанции. Ну вот, в углу сейчас его призывают активным быть. Работать первым номером. И требует от него большего давления. Прессинга. Лоу-кик еще раз. Да, отбил эту ногу Брену. Очень много лоу-киков было. По правой, по левой ноге извиняюсь. Да, уже и руки начал подключать. Джеб. И сразу же лоу-кик. Еще раз ту же самую комбинацию повторила Петерсона. Как только увидел, что Баймен стоит на месте. Коленом. Тычок в глаз был, да? Да. Тычок в глаз. Старый добрый тычок в глаз. Надеюсь, с Байменом все в порядке. Да, даже паузы особо не брал. Всего лишь нужно было полотенце. Девяносто секунд до окончания второго раунда. Вот почему именно, когда он бьет лоу-кики, Баймен застаивается и поднимает руки вверх. Пытается закрыть голову. Еще раз. Удар ногами. Он просто таз отодвигает назад и стоит на месте. Призывать, зарубиться. Петерсон. Это провокация и не надо на это вестись. Не получается у него миг поединка такой поймать. Ход поединка взять в свои руки. И остается что делать? Провоцировать, искать рубку. В этом плане он, конечно, делает все правильно. Да, технически, конечно же, в стойке Петерсон уступает. Это видно. Удары не совсем какие-то, какие должны быть. Он кильки и руками бьет. Но вот как раз-таки в зарубе, в размене шансы, конечно же, есть. Но такой размен Баймену не нужно абсолютно. Здесь вот попадание было, но дальше почему-то не разлил свой успех. Норджигат. Еще колено в корпус хорошее было сейчас. Да, и вот прям в открытую прессингует... Да, больше ничего не осталось, на самом деле. Под конец второго раунда. Бразильцу. Петерсон. Крыгызский бразилец. Я забыл, да, кстати. Да. Он составит команды из Крыгызстана. Не забывай, что это легионер из Крыгызской команды. Ну что, поединок, скажем так, на тоненького. Под конец второго раунда Брену Петерсон пытался обострять. Вызвать оппонента, спровоцировать на рубку, на размен. Но... Баймен не преклонен. Он работает строго по плану. Ничего лишнего. Завершающий третий раунд. И тут, конечно, даже не пахнет досрочной победы. Всякое, конечно, бывает. Любой удар может оказаться последним в этом поединке. Но... Исходя из того, что мы видели в первом, во втором раунде, очень маленькая вероятность, конечно, досрочной победы с той или иной стороны. Баймен на... О, хороший такой прямой. Справа еще раз попадает. Провоцирует. Дальше Петерсон попытался пойти в ноги. Но... Слишком очевидно он это делает. Где-то даже не умело. Третий заключительный решающий раунд в этом противостоянии. Ну, вот самый, наверное, удачный удар, это вот этот лоу-кик. Правой рукой просто бежит уже за оппонентом. Да, вышел за спину все-таки. Ошибка Баймена. Вот после каждой атаки он стоял на месте. И это уже даже Петерсон это понял. Есть выход за спину, но что будет здесь делать Петерсон? Попробует сразу залезть в бэк-маунт или будет тейк-даун? Как дальше развить свой успех? Подключает колени. Колени в бедра. Да, он все-таки задумал бэк-маунт, по моим ощущениям. Возможно, даже не будет пытаться делать тейк-дауны. Да, думаю, ключ к победе подгнушения со спины для Петерсона. Мы видели, что в первом раунде он пытался этот прием только провести. Удастся ли в третьем раунде, но здесь, конечно же, времени больше, чем в конце первого раунда было. С тейк-даунами на вы, скажем так. Петерсон. Есть хорошая позиция для тейк-дауна, она была и в первом раунде, но ничего хорошего из этого не вышло. В первом раунде уже позади, и Петерсон уже сам отказался от затеи с бэк-маунтом. Фронт кик. Фронт кик. Фронт кик. Фронт кик. Фронт кик. Теперь уже сам боймен пытается провести бэк-даун, как легко он это делает. И сразу же смотри, что вытворяет Петерсон. Попытается сейчас отсюда соорудить удушающий прием. Блокирует одну руку и удастся ли это сделать сейчас за 2 минуты до окончания пройденка. Времени еще предостаточно, кстати, для болевого приема. Сейчас задача Баймена — это, наверное, побыстрее свалить отсюда. Но на самом деле опасности пока что нет. Будет ли она еще вопрос на самом деле. Ничего пока что не изменяется, все так же в партере находится Баймена. Петерсон пытается работать снизу, но угроз пока что не создает для своего оппонента. Очень плотный контроль, минимум пространства, все делает правильно. В ущерб своим атакам, возможно, где-то. Попытка выкинуть гильотину от Брэна. Да, верно ему подсказывает, чтобы он своей головой упирался в его подбородок, упирал голову, тем самым ограничивая его пространство. Не давая ему маневренности. Обратите внимание, где находится голова постоянно у Баймена. Куда он ее упирает. И лежа в таком положении, тяжело думать о треугольнике или еще о чем-нибудь. 45 секунд до окончания третьего раунда. Это, наверное, единственная такая агрессивная атака от Баймена за все три раунда. Да, согласен. Большую часть он был хладнокровен, старался работать выверенно, просто так на тоненького забирать раунды. Но вот в третьем это было важно. Это было важно под концовку сделать тейкдаун, отконтролировать. Как минимум в третьем раунде мы не сомневаемся. Этот раунд однозначно за бойцом из команды «Алмаз Крам». Все, поединок окончен. Ждем мы студейского решения, но, думаю, в принципе, всем все ясно. Это был первый поединок второго четвертьфинального гран-при. И Баймен, скорее всего, принесет своей команде три балла. Я вам напоминаю, что одна победа – это не один балл. Одна победа – это от трех до шести баллов в зависимости, в каком раунде закончится поединок. Первый раунд – это, естественно, шесть баллов. Второй раунд – пять баллов. Третий раунд – четыре балла. Судейским решением – это три балла. Здесь однозначно будет судейское решение, и так все ясно. И тот, кто будет объявлен победителем, принесет команде три балла. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Третий раунд – это тоже тема. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...